Сегодня более двух тысяч старшеклассников республики написали итоговое сочинение по русскому языку, которое идет как допуск основным экзаменам ЕГЭ. Приблизительные темы задания школьникам озвучили еще в начале учебного года. Как отмечают в Министерстве образования и науки ТУВЫ, итоговое сочинение прошло в 56 пунктах по всей республике. Кроме того, открыты 4 пункта на дому. Это не только выпускники образовательной школы. Это есть у нас 11-классники, конечно, самое подавляющее большинство. Выпускники 12-х классов, это вечерние школы, учащиеся средних профессиональных образовательных организаций, техникумы. У нас также мы создаем условия для всех категорий ребят. Те обучающиеся, которые находятся в колониях, в местах лишения свободы, они тоже сегодня имеют право принять участие в этой процедуре, написать изложения. Они пишут не сочинения, а изложения. И ребята по состоянию здоровья, которые с ограниченными возможностями здоровья, для них организуются пункты преднаписания сочинения даже на дому. Всего на сочинение отводилось 4 часа. Доржу Санчат – учащийся Тувинского кадетского корпуса. Выбрал близкую для себя как кадету тему смелость и трусость, так как в будущем намерен продолжить военное обучение. Есть много ярких примеров этой темы в художественной литературе и в жизни. И тема досталась такой, какие поступки можно считать смелыми. Наш земляк – герой Советского Союза, Хомаш Кучер Гео. Потому что у него нет никакого трусости. Он своим танком пошел на таран и принес победу. Работы будут оцениваться по пяти критериям. Чтобы получить зачет, нужно получить удовлетворительную отметку за два основных показателя и хотя бы один дополнительный. В число обязательных критериев входят соответствие теме и аргументация. То есть привлечение литературного материала. Результаты будут известны 20 декабря. Если выпускник получит неудовлетворительный результат или отсутствовал по каким-либо уважительным причинам, то он сможет пересдать 7 февраля.